Сергей, мы хотели провести небольшой эксперимент. Найдите 5 отличий и скажите, какой дом красивый. А кто-нибудь пытался через забор сигануть? Да, любимый. Вообще не стесняемся. Большое путешествие, маленькие колясочки. Всем привет! Сегодня мы в жилом комплексе Ньютон. Здесь мы по двум причинам. Первая, здесь живет наш друг Дема. Он тоже смайлик, как наша Василиса. А вторая, здесь идеальная доступная среда для людей на колясках. На сегодня план такой. Встретиться с Демой, с его мамой Наташей и с Сергеем Пахомовым. Директором компании Голос Девелопмент, которая построила этот жилой комплекс. И узнать, почему здесь так круто. Почему Ньютон это жилой комплекс, у которого получилось. Пойдем с нами. Здравствуйте! Здравствуйте! Я Ильика. Это моя дочка Василиса. Сергей, очень приятно. Очень приятно. Симпатичный. Ой! Ну все! Сергей, мы хотели провести небольшой эксперимент. Хотели бы добраться на двух колясках Василисы и нашего друга Дема по самым популярным местам вашего района. Мы хотели бы обязательно добраться до магазина. Желательно, чтобы там были и подгузники, и лампочки, как говорится. Хотели бы посмотреть, как мы можем добраться свободно до кафе, где можем приобрести кофе. Также до какого-то досугового центра или игровой комнаты. И, конечно же, до детского сада. Как вам наши планы? Отлично! Тогда давайте для начала позовем наших друзей. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, Наташ, как добрались? Мы добрались без препятствий. Ну и здорово! Тогда пойдемте на детскую площадку, да, Дем? Мы очень часто приходим к Деме в гости. Гуляем и в этом дворе, и в соседнем. Мы заметили то, что дворы абсолютно разные по своему наполнению. Сколько дизайнеров занималось этими площадками? И как вообще они дошли до того, чтобы каждый двор должен быть самобытным и индивидуальным? В этом смысле, знаете, как это дать свободу художнику, они не то сделают. Нет, на самом деле, да, у нас в организации есть своя проектная организация. Вот, и там есть группа архитекторов. У нас три главных архитектора. И есть, так скажем, ну, еще ряд коллег, которые занимаются профильными разделами. В принципе, Нитон очень детский микрорайон. И мы как бы старались, чтобы и дворы были интересными. Раз, во-вторых, проект Нитон же долго достаточно длится уже. И мы же, ну, не можем стоять на месте, да. И у нас, как это, каждый новый двор, это чем-то не похож на старый. Сейчас, наверное, тенденция немножко другая набирает оборот, что ребенок должен, играя во дворе, развиваться. А вот развитие, это не всегда про безопасность, да. Это как бы про такую разумную степень риска, про разный опыт и так далее. И вот следующий двор, который мы будем, ну, не следующий, вот через один, который мы ведем в Нитоне, вот он будет, на наш взгляд, соответствовать всем нашим, по крайней мере, таким представлениям и о прекрасности двора, и о его наполнении. Наверняка обычный человек на это не обратит внимания. Ну, вот здесь вот есть мягкое покрытие и асфальт. И он настолько сглажен грамотно, что мы вот вчера буквально гуляли на коляске, мы проехали, даже его не заметили. Хотя, как бы, ну, чаще всего на этом месте мы вздрагиваем, а здесь прям так хорошо сглажено. У нас, знаете, как это, к счастью нашей компании еще в том, что мы достаточно многочисленные, у нас много сотрудников живет в наших же дворах. А, ну вот, это вот видите, как важно, посели своих сотрудников в дома, где, собственно, ваша строительная компания, и все сразу станет ясно. В Нитоне, ну, да, мы как бы более цельно подошли к этому, да, потому что здесь, ну, есть некий стандарт принятый, да, что все, это всюду и в Синдзе можно на самокате, коляске, велосипеде, куда угодно заехать. Да, вот как раз сейчас мы проходим про то, что я говорила. Мягкое покрытие, лоток, да, это называется, ливневка и асфальт. И смотрите, обычная колясочка, маленькая, спокойная, ребенок не дрогнул даже. Это очень важно, и я, как особенная мама, конечно же, это оценила, и я этим очень довольна. Поехали дальше. Я смотрю на ваши заборы, и я понимаю, что в Нитоне жизнь безопасна. Вот у меня вопрос, когда-нибудь кто-нибудь пытался через забор сигануть, к вам пролезть? Ну, в корене, через забор, а зайти следом за кем-нибудь. Ага. Вот, и есть такое. Но, если честно, знаете, как будто мое отношение к безопасности, оно не столько в заборах, и вот то, что мы пытаемся прививать, да, сколько в том, чтобы, ну, собирались люди, которые в достаточно добрососедских таких вот взаимоотношениях находятся. Плюс есть Ньютон безопасность. Это такая новая концепция безопасности, в том смысле, что у нас весь Ньютон покрыт тотальной видеокамерой видеонаблюдения. Есть единая диспетчерская, которая работает 24 часа на 7. Мы убрали физическую охрану из дворов. Вот, у нас есть только группа быстрого реагирования, которая патрулирует комплекс, да. Вот, мы вывели все сигналы с видеокамер в одно место, вот, и сделали, условно говоря, этот единый центр мониторинга, работающим круглые сутки, 7 дней в неделю. Взяли туда девушек, потому что они более внимательны, более клиентоориентированы и так далее, да. Вот, и по большому счету любому жителю Ньютона известен номер телефона, по которому ты можешь позвонить и свой любой вопрос там задать, решить. Причем, как показала практика, это вообще не про безопасность. Это не про то, что там кто-то кого-то там пытается ограбить или еще что-то. Это про то, что, не знаю, там вот, ребенок пошел гулять и вернулся без самоката. Ну, например, потерял. Ну, вот, вы звоните туда и говорите, так и так, вот мой там Петя, Вася и так далее вышел тогда-то из подъезда, а вернулся без самоката. Отматываются видеокамеры, смотрятся, а где же наш самокат? Вот, выясняется, что самокат там-то. Вот, там, придите, заберите. Или, если, условно говоря, при обходе наши сотрудники нашли, ну, что-то, допустим, вечером уже поздно осталось, вот, приносят. Ну, и мы так же по камерам, люди очень удивляются, когда к ним звонят и говорят, а вот ваш самокат. То есть, это, ну, так, немножко превосходит ожидания, да? И по большому счету создается такой, знаете, интерактив. То есть, безопасность, это не только про то, что тебя охраняют, это же вообще не про охраняют. Это про то, что есть некая общая среда, мы взаимодействуем, да? Ну, в рамках этого взаимодействия вот рождается такое, знаете, как бы хорошее партнерство, которое гарантирует вот эту сопричастность. Да, это очень круто, правда. Вот, знаете, я еще вчера обратила внимание, что у вас есть вот такие вот лоточки для любителей домашних животных. Это же тоже сервис, это же тоже здорово. То есть, сюда можно раз взять, пойти со своей собачкой погулять, да? И, собственно, никаких неудобств другим жителям района ты не доставишь. Ну, мы стараемся, как, знаете, одно дело надеяться на сознательность, но другое дело надо создавать условия, да? Поэтому вот такие, вот такого рода какие-то мелочи, это про условия, да? Да. Сейчас, кстати говоря, к сожалению, там нет пакетиков. А я думала, их туда... Если ты не сказали, я подумала, что они есть. Я думала, что туда... Мы же должны быть честными, да? Если их нет, значит, управляющая компания сработала не на пятерку, да? Вот. У нас сейчас в управлении управляющей компанией скоро уже порядка миллиона квадратных метров будет. Вот. И, соответственно, понятно, что во всех наших жилых комплексах в том или ином виде озеленение присутствует. Это, ну, во многом то, что создает настроение. Поэтому мы вот эту службу озеленения с недавних пор выделили. У нас есть главный агроном. Прям, ну, как бы специально обученная с соответствующим образованием женщина. Замечательная, очень любящая свою профессию. Любезно беседуя, собственно, дошли до магазина общей доступности, где точно есть и продукты, и лампочки, и подгузники. И самое главное, мы дошли сюда беспрепятственно. Даже сами этого не заметили. Наташа, часто посещаете магазин? Да, мы часто посещаем этот магазин. Здесь все необходимое есть. То есть мы до сюда дошли, и мы ставим первую галочку в нашем эксперименте. И можем двигаться дальше. Хочу обратить внимание наших зрителей на то, что пандус достаточно длинный, но в нем есть специальная вот такая вот плашечка, где может отдохнуть человек на коляске. То есть он добрался, передохнул и поехал дальше. По санпинам это все правильно сделано, все грамотно. И опять же, есть поручни, за которые может держаться человек с ограниченными возможностями, что тоже очень здорово. Поехали, ребята? Вот такая вот остановочка. Передохнули, поехали дальше. Часто говорят, что в Европе идеальная доступная среда. Вот скажите, вы что-то при проектировании доступной среды подчеркнули у Европы? А что является именно вашим ноу-хау? Такой прям сложный вопрос, да? Я так отвечу на него. Знаете, как это? Любим ли мы смотреть на то, что делают другие, да, и перенимать чужие опыты? Да, любим. И вообще не стесняемся. Иногда прям берем и копируем идеи. Вы только посмотрите, какое прекрасное отношение к людям. Не мы переходим через дорогу, а автомобили, переезжая через пешеходную зону. Нет никаких бортиков и бордюров, поэтому мы свободно можем поехать через проезжую часть. Это очень здорово. А это заставляет замедлять движение, и в целом, ну, на въезде в район, это становится как бы, ты знаешь, как бы, у тебя сразу такое, ты попадаешь в другую среду, я как автомобилист говорю. Потому что ты вынужден притормозить. Да. И дальше ты уже, ну, скорее всего, не будешь разгоняться, да? Я бы хотела остановиться еще здесь. Для тех, кто не знает, Дворец Пионеров – это культовое место. Лично я в своем детстве тоже посещала Дворец Пионеров, который находится у нас на Аллом Поле. И вы знаете, я счастлива, что здесь, в Ньютоне, тоже появился его филиал. Это прекрасное место для досуга. Здесь может найти себя любой ребенок с любым увлечением. От живописи до танцев. И это еще одна галочка в нашем эксперименте, потому что это отличное место для досуга. Пойдемте дальше. Я хочу обратить внимание, мы дошли до кафе. Здесь можно приобрести кофе маме, которая с недосыпа вдруг сюда пришла, на коляске с ребенком, даже с норматипичным ребенком и с обычной коляске. А это еще одна галочка в нашем эксперименте. До кафе мы дошли. А надо мной вот такая вот вывеска написана «Ньютон Клаб». И, Сергей, расскажите, что за клаб ночной, дневной, для чего создан, что там делают? Ну, по ночам мы еще пока не начали работать, да? Это клуб… Это вам идея. Да, это клуб Добрососедство. Он был задуман, знаете, вот сейчас очень много людей в сетях, объединяются в какие-то группы по интересам и так далее, да? И в силу того, что микрорайон большой, здесь в общей сложности будет жить порядка 17 тысяч жителей, да? Вот нам показалось, что будет оправданно и интересно, если мы попробуем, так скажем, эти сообщества, ну, вытащить в хорошем смысле наружу, да, и дать людям возможность общаться друг с другом, понимать, какие интересные люди живут рядом. На базе этого клуба можно организовывать много чего интересного, причем интересного как в плане досуга, так и в плане каких-то, так скажем, увлечений, перерастающих в хобби-бизнесы, да? Кто-то, не знаю, уроки йоги ведет, кто-то там вяжет и продает свои изделия и так далее, да? Мы даже снимали одно интервью у вас в Ньютоне от маленькой комнатки, очень удобно. Вот мы сейчас идем по Ньютону, мы видим, как красиво выглядят дома из кирпича, это действительно очень стильно, это классно. Скажите, а какие еще есть достоинства, помимо того, что это красиво, для жителей? Кирпича. Кирпича. Мы как компания немножко стали по-другому относиться к конструктиву, да? Почему? Потому что, в принципе, ну, современные способы производства, они позволяют качественный продукт делать из разного рода материалов, да? А если вот про индустриальные годы, то мы сказали, слушайте, ну, давайте мы построим тот панельный дом, который мы считаем правильным, да? У нас как бы такое немножко предвзятое впечатление о панели в Челябинске, да? Ну, потому что оно навеяно, по большому счету, тем типовым продуктом, который мы здесь все видим, да? Хотя, если мы посмотрим на страны Европы, Финляндия, например, да, там процентов 70 это панель. Сейчас вот мы с вами панельные дома видим, вон там на заднем фоне, вот это. Найдите 5 отличий, да, и скажите, какой дом красивее. Розовенький, да, вот этот вот? Ну, да, розовый, белый, серый, это как раз панельные дома, индустриальные. То есть, в принципе, потребитель получает чуть более дешевую цену, чуть больше состояние готовности отделки, потому что там предчистовая в базе идет, да? Немножко развели квартирный состав. Мы летим на каркасных домах чуть покрупнее квартиры, индустриальных чуть поменьше, да, и по большому счету просто дали возможность. И знаете, нашим сотрудникам всем говорят, слушайте, мы не работаем с вами на людей, которые там богатые или какие-то особенные по типу своего благосостояния. Мы, да, как бы работаем на людей, которые хотят осознанно сделать следующий шаг, чтобы жить в более качественных условиях. Эта осознанность, наверное, влечет за собой, ну, так скажем, некое напряжение, в том числе с точки зрения цены. Но расширять перечень этих людей, давать возможность нам нужно, да? Слушайте, я вообще постеснялась сначала спросить, да, а вот сейчас я понимаю, да, что вы заботитесь, собственно говоря, о покупателе. Если он просто хочет попасть в Ньютон, ну, ты можешь приобрести, в принципе, доступный цен. Это хуже, это просто, это ментально налет, и он уже во многом уходит, потому что люди заехали, первый дом уже заселен, живут, и, ну, мы потом вас можем позвать в гости отдельно, посмотреть, как-то уверен, что вам тоже понравится, да? А мы находимся на площади Ньютона. Рядом стоит вот такой вот экспонат, называется «Я люблю Ньютон». Честно, я такого еще никогда не видела. А прямо за ним детский садик. И это следующее, финальная точка нашего эксперимента. Мы дошли сюда беспрепятственно, и это очень круто. Садик называется «Пчелка». Я видела, у вас еще есть яблочко, пишенка, незабудка, очень милые названия, окунают в детство. Скажите, кто их придумал? Слушайте, вот, по-моему, «Пчелку» даже мы выносили на суд наших жителей и пользователей голосованием выбирали. А прям жители сами выбирали название? Жители сами выбирали название садиков. Сами волюнтаристки назвали, да? А дальше решили эту тему отдать жителям, вот, и уже название садиков выбирают они. Да, Ньютоне с садиками порядок. Мы в этом году еще два небольших садика сдадим в встроенных домах. Вот, и в общей сложности будет шесть садиков. Надо тоже отдавать себе отчет, что мы-то как застройщики построили, а дальше распределение очереди осуществляется немножко по другим принципам, и мы не в состоянии на это влиять. У каждого садика есть какие-то особенности. Вот у пчелки есть бассейн, например, да? Ух ты! Скажите, если уж мы о названиях заговорили, откуда появилось название Ньютон? Почему именно так? Мне кажется, что, знаете, здесь несколько смыслов в этом названии. С одной стороны, Ньютон, ну, у нас всех ассоциируется, безусловно, там, с ученым, и это к вопросу о внимании к деталям, о такой продуманности, просчету и так далее, да? С другой стороны, Ньютон, если читать по-русски, да, то это что-то вроде там нового тона, судя по-английски, да, ну, как бы это некий новый уровень, который мы стремимся задать этим проектом. Поэтому название прижилось. Мы еще придумали яблочко, вот, которое вот в стилизованной в виде сердечка, оно же вот, видите, яблочко там, да? Тоже оттеняет что-то. Некий логотип самого проекта, да, он такой очень семейный, добрый, прикольный в какой-то степени, да? Ну что, мы можем подвести итоги нашего эксперимента. Я считаю, он успешен, потому что мы добрались до самой главной точки без происшествий, без каких-либо сложностей, без бордюров, по доступной среде. За что, Сергей, вам огромное спасибо. Спасибо. Если вы, как это, знаете, у нас компания такая очень интерактивная, и мы всегда в диалоге. Если вы видите, что нам можно сделать еще лучше, как бы вот без проблем ко мне лично или к любому нашу сотруднику обращаемся, мы будем стараться, да, потому что нам важно, чтобы всем было комфортно. А я, знаете, я хотела вот что сказать, спросить. Ну, я не знаю, конечно, как это вообще, сколько стоит и что это вообще. Вот есть специальные качели для особенных детей, для колясок. Я понимаю, что таких как бы немного, да, то есть мы вот с Демой, может быть, еще несколько, да, есть дети здесь, да, живут на колясах. Подсказку спасибо. Мы сейчас как раз вот когда будем благоустройство вот этой аллеи делать, посмотрим им. Просто, ну, для меня немножко новая тема про особенные качели, да, вот мы изучим. Мы хотим людям показать, что такие люди есть, и мне кажется, что проблема того, что, ну, люди боятся особенных детей, потому что они не посещают как бы общественные места, они посещают, они почему? Потому что нет доступной среды. И если она будет, и если будет, вот, вот есть здесь качель для особенных детей, ага, значит, они могут посещать, значит, я должен терпимо быть и заботлив и так далее. Мы берем на заметку и обещаю, что на аллее у нас появится подобного качеля, мы разберемся в этом. Слушайте, это так круто, вот я, я почему-то не сомневаюсь, что обязательно появится качель, и мне здорово, что вы слушаете своих жителей, и мне очень приятно было сегодня с вами общаться, спасибо вам огромное. Спасибо. Все мы понимаем, что строить качественные заботы – это трудно, долго и дорого, но эти труды с лихвой окупаются радости вот таких вот маленьких особенных жителей, которые чувствуют себя свободно в доступной безбарьерной среде. Большое путешествие, маленькие колясочки.